Сегодня в Красноярске впервые опробовали снегоплавильную установку. Дорогостоящие оборудования нам подарил Петербург. Теперь грязный снег с примесиями песка, мусора и реагентов можно будет топить, а воду сливать в обычную канализацию. Для этого существует специальная система очистки. Все подробности в сюжете далее. Белый снег, серый лед и не только белый. Эта плавильная установка в воду превратит любые замерзшие осадки. Снега недавно выпало много. Чтобы быстро его уничтожить, решено свозить в одно место. Весна не за горами, поэтому решили не дожидаться, когда все само тает начнет. Централизованная снегохолинища сделана для того, что стоит снегоплавильная станция. Она подсоединена к системе водоотведения. То, что позволяет не нарушать весенний период именно потопов жилых секторов, дорог, напоры. И, грубо говоря, перебои с ливневыми канализациями непосредственно в самом городе. Внутри комплекса работает дизельный двигатель. Он разогревает снег, тот в свою очередь тает, а получившуюся воду сливают в канализацию. Пожалуй, одно из основных достоинств вот этой вот техники, то, что она не только плавит снег, но и чистит его от песка, грязи и мусора. И вода в итоге в канализацию у нас попадает очищенная. А еще снегоплавильные установки, их две, передвижные. Стоят они около 150 миллионов рублей. Но эти городу подарили. Сегодня депутаты горсовета осматривают работу. Красноярцы часто жалуются народным избранникам на кучи снега, которые чуть ли не до весны лежат. Чтобы оперативно справиться с последствиями внезапного снегопада, и нужны такие машины. Производительность машинки на самом деле внушает 300 кубов в час. Вот тут вот куча у нас снега, где-то 5 тысяч кубов. В принципе, вот данное чудо-машинка у нас, эту кучу снега переплавит за 12-14 часов. Имея в арсенале две такие единицы, я думаю, что любой снегопад нам сейчас точно не страшен. Главное вовремя убрать. Однако стоит заметить, что снегоотвалы пока никто не отменяет. Это по-прежнему основной законный способ утилизации снега в городе. Однако на случай погодных ЧП выводить машины в самый раз. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал.